В эфирной студии Александра Хайрулина, Роман Шахов, мы вас искренне приветствуем и с радостью, друзья, сообщаем, что в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ», человек, который... Вот стоит ему вас увидеть буквально пару секунд, и он может рассказать о вас всё. Причём судить будет не по одёжке совершенно, а по губам, ушам, ноздрям и чем там ещё. Я сейчас подумал, что хорошо всё-таки ниндзи правильно придумали одежду. Там как раз губы-то не видно. Представляю, Владимир Малёшин. Физиогномист, писатель, учёный. Как ещё вас можно правильно представить? Многое пить, кто-то Владимир. Представляю, просто Владимир Малёшин. Просто? Человек-брэндс. Ну, хорошо, пусть будет так. Когда-то окрестили меня так журналисты, это уже прижилось, и каждый раз охотно пользуется этим. Я нисколько не кичу с этим званием. Я с радостью делюсь своим огромным опытом по физиогномике. В сентябре следующего года будет ровно 50 лет, как я занимаюсь физиогномикой. Можно себе представить такое? Слушайте, как это началось в вашей жизни, Владимир? Всё началось очень просто, совершенно удивительным образом. Студентам-первокурсникам. Самое начало учёбы в ВУЗе. По какой специальности, кстати, вы обучались? Специальности — система автоматического управления летательными аппаратами. Ничего себе! Ничего общего с физиогномикой? Ну, ничего, да. Это мой любимый Московский лесотехнический институт, факультет ФЭСТ известный. И один из моих друзей, с которым проживали в общежитии, оставил у себя, уехав на выходные, пятый том собрания Викентия Вересаева, писателя. И я взял этот том чисто из любопытства, открыл оглавление и нашёл в последний раздел этого пятого тома записи для себя. Почитав несколько страниц этого писателя, я влюбился в него. Какие умные, интересные высказывания о жизни, о психологии, об отношениях людей. Я влюбился в этого писателя. И открывая какую-то очередную, примерно пятую страничку, читаю удивительные слова. «Глаза – зеркало души. Какой вздор! Глаза – обманчивая маска. Глаза – ширмы, скрывающие душу. Зеркало души – губы. И хотите узнать душу человека – смотрите на его губы». И после этого я стал наблюдать за людьми, соотносить губы человека с его характером и буквально через несколько дней убедился в том, что в этом заложен глубокий смысл. На сегодня, когда за спиной опыт свыше 35 лет непрерывной работы в службах персонала, руководителям служб персонала разных компаний, мне пришлось проводить огромное число интервью при приеме на работу. Свыше 50 тысяч собеседований я провел, каждый раз соотнося характер человека с физиогномикой. И в первую очередь с его губами. Губы Сергея Мазаева. Вот сейчас будем рассматривать мы в эфире «Страны.ФМ». Ну а потом вернемся к разговорам. Слушайте, как интересно. Я надеюсь, что да. Я вот у меня коротенький только вопрос. А по поцелую, Владимир, тоже можно сказать о человеке? То есть пока как-то по форме. Конечно, может. Пока Владимир спущается, слушаем, смотрим песню. Я выбираю город, город выбирает меня. Я выбираю свой образ жизни, имя и паспортный стол. Я выбираю небо, небо выбирает меня. Я выбираю неон и воздух, зимний московский двор. Я выбираю время, время выбирает меня. Я выбираю апрельский полдень, рваны рукав, прикинь. Я выбираю мысли, мысли выбирают меня. Я выбираю все то, что выбрал, чего мне еще хотеть. Я выбираю тебя. Я выбираю тебя. Мне глаза твои напротив, говорят, что ты не против. Ты выбираешь меня. Ты выбираешь меня. Ты опять со мной играешь, выбираешь, выбираешь. Я выбираю тебя. Я выбираю тебя. Я выбираю тебя. Я выбираю тебя. Мне глаза твои напротив, говорят, что ты не против. Ты выбираешь меня. Ты выбираешь меня. Ты опять со мной играешь, выбираешь, выбираешь. Спасибо, что выбрали правильный канал. Друзья, с вами телерадиоканал «Страна.ФМ». И мы сейчас будем разбирать личность по губам. Личность Сергея Мазаева. Владимир Малешин. Это губовед, но на самом деле физиогномист, лучший в нашей стране. Я так назову Владимира. Владимир, итак, если можно, несколько слов о Сергее. Спасибо. Я единственное только извинюсь. Не следует называть лучшим физиогномистом страны. Никто этих рейтингов не проводил. По мнению, по нашему мнению, конечно. Хорошо. При этих условиях, пожалуйста. Одного взгляда на лицо Сергея Мазаева, что в первую очередь будет бросаться в глаза? В первую очередь лысина. Это правда. Одно уверенное правило – все лысые хитрые. Поэтому, описывая Мазаева, первое, могу уверенно сказать, это хитрый человек. Второе – бросается в глаза то, что очень густые брови. Густые брови – это признак хорошего здоровья человека. Крупная ушная раковина с хорошо сформированной мочкой – это дополнительный ресурс здоровья, долгожительства человека. Отлично. Губы полные. Человек чувственный. Очень глубокие носогубные складки. Но любой фотографии Мазаева они отчетливо видны. Человек очень эмоциональный. Это правда. На подбородке Мазаева заметная ямочка. У всех людей, у кого есть ямочка на подбородке – это люди со сложным характером. И в лице Мазаева есть еще одна яркая, заметная деталь. Такие три морщиночки на лбу. Точно. У всех людей, у мужчин и женщин, у кого заметные глубокие складочки на лбу, эти люди имеют искушение к употреблению алкоголя. У меня у самого эти морщиночки есть, видите. Я честно признаюсь, я с удовольствием пользуюсь этим изобретением. Ну, никто никогда меня не видел пьяным и не увидит. То есть одни люди находят в себе силу правильно применять эту радость жизни, а другие, к сожалению, неправильно. А некоторые бегут к пластическим хирургам для того, чтобы полностью изменить свое лицо. Накачать вот так вот губу, убрать скулы и так далее. И, в общем, что получается? Тогда уже невозможно сказать по человеку, определить истинный его характер, повадки и так далее. Да, Саша, ваше замечание бесспорно правильное, потому что после пластических изменений лица, после пластики лица, начинающий человек, зритель, просто прохожий человек, сделает ошибочное мнение о человеке, особенно если изменена форма носа не так сильно, ушные раковинки. Если их подтянули, то сразу мы сделаем ошибочное мнение по упрямству. Дело в том, что ушная раковина является вернейшим, стопроцентно точным указателем двух вещей о любом человеке. Огромная большая ушная раковина говорит о долголетии людей. А осмотрим музыкальным? Нет, нет. Этой связи нет. А вот 9 мая, посмотрите, будут показывать всех ветеранов войны в возрасте от 90 до 100 лет. Без исключения у всех будет очень крупная ушная раковина с крупной, хорошо сформированной мочкой. Мне часто задают на моих тренингах каверзный вопрос. Ведь наши хрящи, это ушная раковина и нос, они же растут в течение всей жизни. Правильно, они растут всю жизнь. Но одним людям дано вырасти этим хрящам до такого расстояния, а другим только до такого. Ограничен рост. Так вот, вторая вещь, о которой я должен сказать, чтобы все пользовались этим, это очень хорошо заметно. Начиная с детского возраста, в детском садике, в школе, где угодно, все лопоухие детки, они упрямые. А есть особый вид упрямства, когда у человека мочка прижата, а кончик вверх оттопырен. Это контролируемое упрямство. Человек упрямый с рождения, но он умеет вести себя так, что не выдает своего упрямства. Владимир, извините, что перебиваю. Есть просто люди среди моего окружения тоже, у которых одно ухо нормальное, а второе чуть-чуть топорщится. Так. А здесь как быть? То есть человек может быть и таким вот. И травмой, Саша. Не боксера, нет. Саша, это чаще всего это последствия или родовой травмы, или занятия борьбой, боксом и так далее. На это не надо обращать серьезного внимания. И серьезный вывод по физиогномике не сделаешь. А как же не сделаешь, да? Потому что оно уже будет ошибочно. Тогда переходит на губы в этом случае. Какие-то советы вы нам дадите? Ну, какие губы узкие? Такой человек, губы полные? Такой человек? Пожалуйста, конечно, да, Роман. Самое первое, что самым точным является, именно ваш вопрос. Тонкие или полные губы сердечком. О чем они говорят? Людей с тонкими губами – это люди, живущие умом. А с полными губами – это люди, чувственные, живущие сердцем. А есть еще в народе такое, не знаю, мнение, что узкие губы – это злой человек? Узкие губы, они присущи людям умным, расчетливым, холодным, прагматичным, порой злым, скупым, жадным. Разных нюансов очень много. Я создал на сегодняшний день свою собственную методику, которой нет в мировой практике ни в каких книгах по физиогномике. Она называется «Губные гармошки». Там я описываю 15 видов губ, 15 губных гармошек, нюанс которых подробно рассказывают о человеке. В общем, учите играть на губных гармошках. Правильно, правильно, именно так. Отлично. Друзья, мы ненадолго совсем прервемся, сейчас очень скоро вернемся и продолжим общение с нашим гостем, с Владимиром. Но я, конечно, должна сказать, что нам недостаточно часа будет для того, чтобы узнать, хотя бы узнаем какие-то крупицы из этой науки самой настоящей. А вот, между прочим, в образовательном центре «Сити-класс» вы сможете 29 июня, правильно я говорю, да, Владимир? 29 и 30. Да, и 30. Мы подробно расскажем. Об этом мы еще поговорим, да. Хорошо. Можно друг от друга скрыться, поменять судьбу и лица, сделать вид, что я не тот и ты не та. Моя любовь к тобой, забытая. Осталось только дольше и не я, на ладони линия. Но не понять ее, не объяснить, не смогли ни ты, ни я, слышишь? А может, как невидимая нить этой ночью синюю сумеет нас с тобой соединить. На ладони линия, на ладони линия. Разговор длиннее ночи, кто кого понять не хочет. Тема не закрыта, бесконечная. Моя любовь к тебе, забытая. Осталось только дольше и не я, на ладони линия. Но не понять ее, не объяснить, не смогли ни ты, ни я, слышишь? А может, как невидимая нить этой ночью синюю сумеет нас с тобой соединить. На ладони линия, на ладони линия. Осталось только дольше и не я, на ладони линия. Но не понять ее, не объяснить, не смогли ни ты, ни я, слышишь? А может, как невидимая нить этой ночью синюю сумеет нас с тобой соединить. На ладони линия, на ладони линия. На ладони линия. Нет, не хиромантия, друзья. Владимир Малешин читает по губам. И сейчас хотелось бы узнать, что же можно прочесть по лицу Стаса Пьехи. Вот он только что был в эфире «Страна ФМ». Одного взгляда на лицо Стаса Пьехи достаточно, чтобы сразу увидеть красивые, правильные черты лица. Прежде всего, гармония. Спасибо бабушке здесь, конечно. Гармония, личность. Маме. Во-первых. Во-вторых, полные красивые мужские губы очень чувственного человека. Прежде всего, он очень чувственный. Во-вторых, высшая степень сексуальности. Сексуальность людей определяется по фильтру. Вот этот красивый желобочек над верхней губой, чем он ярче выражен у людей, тем ярче. У Стаса глубокий, хорошо сформированный желобочек. Почему с тобой зеркало не взяли? И верхняя губа Стаса очень сильно очерчена. Очерчена ей отчетливая впадинка под фильтром. Это человек с изощренным умом. Вот. Вот даже как. У Стаса крупная ушная раковина с хорошо сформированным противозавитком, признак хорошего интеллекта. Так же, как у Мазавио густые брови. Это признак хорошего здоровья. Но нет лысины. Лысины нет, но у Стаса жесткий волос. У всех людей с жестким волосом жесткий характер. У людей с мягким волосом мягкие. Они более пушистые. А у Стаса жесткий характер. Он любит, когда последнее слово за ним. Он жесткий в общении. Он мягкий, добрый в общении с родными, близкими, с детьми. А в общении с окружающими. И это тот человек, который не любит допускать к себе близко тех, кто ему не интересен. Вот ведь как получается, встретил человека, он к тебе вроде бы как общаться, знакомиться, а ты сразу понимаешь, что не надо, что человек какой-то не такой. И лучше держаться в стороне и сказать спасибо, до свидания. Итак, друзья, как научиться всему этому? Мы спросим у Владимира про сити-класс. Мы спросим, да, и расскажем, что в образовательном центре сити-класса Владимир преподает уже несколько лет. И можно посещать его семинары. Это очередные, буквально очень скоро, 29 и 30 июня как раз. И эти семинары посвящены физиогномике. Как правильно называется ваш семинар, Владимир? Расскажите, и что там вы планируете рассказать? Семинар называется физиогномика. Я эти семинары провожу в сити-классе. На следующий год будет уже 10 лет. В 2008 году, в период кризиса, я предложил Наталье Киселеву проведение семинаров, которые назывались «Как выйти победителем во встрече с работодателем». И приходили соискатели, которых я учил методики. Их, да, приходило очень много народу, который им помогал подготовить правильные режимы, подготовиться ко встрече с работодателем. Все каверзные вопросы, подводные камни. Этот тренинг пользовался большим спросом. А последние годы я провожу исключительно свой самый лакомый кусочек. А у меня лакомых кусочков два. Первый – это моя авторская методика оценки людей с первого взгляда. Она называется «Матрица Владимира Малешина». В первый день, первый трехчасовой мастер-класс, он посвящен использованию «Матрицы». А на второй день эти три часа, которые я посвящаю физиогномике. И даю настолько глубокие знания за эти три часа, поскольку они все перепроверены мною за 50 лет на сотнях тысяч людей. Я рассказываю только то, чем можно пользоваться прямо сразу после выхода из сети класса. То есть, по сути, я так понимаю, вы даете не какое-то угощение, вы даете не рыбу, а удочку. Вы учите людей самих становиться специалистами. Да, конечно, конечно. Я даю подсказку, но самые основные базовые знания и две своих методики по физиогномике. Это мои авторские наработки. Первая методика – добрый-злой. Как по одному взгляду определить по лицу человека, добрый или злой. Хороший характер или плохой. Мягкий или жесткий. Насколько легко или сложно вести с ним переговоры, указывая, как читать недостатки людей. А вторая методика – губные гармошки, о которой я вам уже говорил. Я рассказываю об этих 15 губных гармошек. К сожалению, трехчасовой мастер-класс не позволяет все это подкреплять фотографиями. А когда провожу семинар полноценный, двухдневные семинары по физиогномике, они в Москве у меня проходят весной и осенью. Владимир Малюшин, у нас сегодня, друзья, еще очень много интересного про физиогномику. И не только впереди. Оставайтесь с нами, телерадиоканал «Стэнэйфэн». Золотистым звоном наше прошлое Субтитры сделал DimaTorzok 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 Первый и единственный в России Телерадиоканал «Страна-ФМ» Один на всю страну Дорогая страна, физиогномист Владимир Малюшин сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ» и мы учимся узнавать человека по губам и по лицу. Почему же все-таки именно губы говорят наибольшее количество информации о человеке? Это не мое наблюдение. Еще раз. Низкий поклон писателю Викентию Вересаеву, который первым открыл этот секрет. Я лишь развил его и убежден. А вот с медицинской точки зрения вы не интересовались, почему именно губы? Как так получается? Или генетическое? Не знаю даже. Почему? Это, конечно, это генетически. Это наследственность. Я нашел очень простой способ определить, на кого похожий ваш ребенок. На маму или на папу? Ну, простейший ответ. Взгляд на губы. Если губы мальчика мамины, то и характер мамины. А если у девочки, у дочки папины губы, и характер папин будет. Чьи губы, то это характер. А, мы именно про характер говорим. При этом внешность может быть как раз-таки копией абсолютно там мамина, да? А если губы папины, то характер значит папин. Каждый раз на семинарах меня спрашивают, Владимир, а как быть, если ребенок ни на маму, ни на папу? И начинаются шутки, хохот, смех в зале. Я говорю о том, что наследственность иногда сильнее передается через поколение. Поэтому надо взять 4 портрета еще бабушек и дедушек по папиной маминой линии и посмотреть губы ребенка. На кого больше всего похожи губы на бабушку или дедушку к маминой папиной линии, тот и характер будет. Если малыш не похож ни на маму, ни на папу. А уже с какого возраста можно определить характер малыша? Дети же меняются очень быстро. Характер малыша, вы сами хорошо знаете, как молодые родители, все знают, что с первых дней жизни одни более спокойные, другие более раздражительные. Поэтому характер ребенка он с рождения. И определяется он в первую очередь формой черепа. Форма черепа, она формирует головной мозг, форма головного мозга, от которой зависит поведение, характер человека. Все бесспорно знают, что у нас уникальные отпечатки пальцев у каждого человека Земли. Дополнительно добавлю, вслед за этим у каждого из нас уникальная форма черепа, рисунок ушной раковины и рисунок радужной оболочки. А язык? Ну... Язык? Мне кажется, это уже... Может быть, но если брать с точностью до миллиметра и язык, и нос, и бровь, и все что угодно. Есть интересная методика нашего известного ученого, фамилия его Ануашвили, где лицо человека измеряется компьютерным способом. У нас две левых половинки и две правых складываются. Даже у человека, который кажется нам не имеющим симметрии, компьютер показывает, и чем сильнее эта асимметрия, тем больше можно сказать о человеке. Компьютерная диагностика. А человеке же также можно сказать и по фигуре, по походке, да? Есть еще какие-то показания? Вы же тоже все это владеете всеми сознаниями и совершенствами. Да, у меня есть семинар, двухдневный семинар, который называется «20 способов оценки незнакомого человека при первой встрече». Там, что входит в нее? Сначала фигура, потом походка, амплитуда движения рук во время ходьбы, зона взгляда человека, рукопожатие. Дальше мимика, френология, это форма лица человека от формы черепа. Дальше речь, голос, почерк и автограф человека. Манера одеваться, известная методика «Семь радикалов». Это не моя разработка, но она очень интересная. Если кто-то интересуется оценкой людей по внешнему взгляду, надо пользоваться этой методикой тоже. Совершенно удивительный человек у нас сегодня в гостях. Мы ненадолго совсем прервемся. Владимир Малюшин, напомню, у нас. И мы, конечно, говорим о физиогномике, о многих-многих интересных вещах, по которым можно судить о человеке. 50 лет изучать все эти вещи, я даже не могу себе примерно представить, сколько же информации в вашей голове. Саша, мы две раскрытые книги с тут, понимаешь, сейчас. Все, музыкальная пауза. Александр Маршал, Эмин, отключи. Но не отключайтесь, никуда не девайтесь. Вернемся. В этом городе нет ни души. Дышит спину мою город-призрак. И мне некуда больше спешить. Мы у края стоим слишком близко. Я к тебе подбираю пароль. И пытаюсь читать твои мысли. Под порядковым номером ноль. Друг у друга мы значимся в списках. Ты меня от себя отключи. Разрезай на куски провода. Хочешь смейся, хочешь кричи. Хочешь просто читай по губам. Мы повстречны на скорости мчим. Неисправны давно тормоза. Ты меня от себя отключи. Отключи от себя навсегда. Я пытаюсь согреться в ночи. Грею душу надеждой на счастье. Мы его не смогли приручить. Мы его разорвали на части. Я не помню ни чисел, ни дней. Удаляю из памяти имя. Но с тобой чтоб не стало больней. Друг от друга уже отключили. Ты меня от себя отключи. Разрезай на куски провода. Хочешь смейся, хочешь кричи. Хочешь просто читай по губам. Мы повстречны на скорости мчим. Неисправны давно тормоза. Ты меня от себя отключи. Отключи от себя навсегда. Но с тобой чтоб не стало больней. Друг от друга уже отключили. Ты меня от себя отключи. Разрезай на куски провода. Хочешь смейся, хочешь кричи. Хочешь просто читай по губам. Мы повстречны на скорости мчим. Неисправны давно тормоза. Ты меня от себя отключи. Отключи от себя навсегда. Дорогие друзья, Владимир Малешин по-врежнему в эфирной студии телерадиоканала «Страна.ФМ». И мы пытаемся понять, как же можно человека прочитать как книгу. Вы можете побольше узнать об этой науке. Вы можете прийти в образовательный центр «Сити-класс» 29 и 30 июня. Попасть на семинары у Владимира. И почерпнуть для себя огромнейшее количество информации, которое, наверное, все-таки облегчит жизнь как-то. А может изучение физиогномики заставить разочароваться в ком-то из близких, знакомых своих. Да, вот сложные люди, вот расскажите. Конечно, может. Конечно, и после моих семинаров кто-то видит, например, в своем родственнике, в ближних, видит те черты характера, которые как-то подспудно понимали. На что прежде всего надо обратить внимание, чтобы понять, что у человека сложный характер. Заметная симметрия. Если в лице заметная симметрия, это все верно, стопроцентно, что у человека сложный характер. Ямочка на подбородке. Чем она глубже, чем ярче выражена, тем сложнее характер. Оттопыренные уши. Явное упрямство человека. Брови домиком. Причем излом может быть как внутрь переносица, так и наоборот. Рот, опускающийся вниз, это сложность характера. Признаки хитрых людей, хитрость человека, это утиный нос. Когда оттонкой переносицы расширяется вниз. А вздернутый кверху? Вздернутый кверху – это вздорность людей. Кончики, заостренный кончик ушей не так, как у эльфов. Ну, понятно, тоже говорит о хитрости. И четвертый признак хитрых людей – рот буратино. Когда после смыкания верхней и нижней губы, вот внешний губ, который женщина обводит контурным карандашиком, называется линия купидона. Так вот, если после смыкания линия купидона идет разрез, там, 3-5 миллиметров, это хитрые люди. И наоборот, у людей с легким характером – ямочки в углах губ, ямочки на щеках. И особенно заметны вот эти лучики, которые называются гусиные лапки. Они есть, кстати, Саша и у вас, и у Романа. Зачем вы так сказали? У меня, у тебя все, Саша, у меня есть. Идеально ровно. У меня за двоих лапки, понимаешь? Это одновременно легкость характера и наличие у людей чувства юмора. А чувство юмора всегда дает возможность общаться с человеком гораздо проще, легче. И в жизни с такими людьми выстраивать отношения в 10 раз проще, чем тем, у кого нет чувства юмора. Владимир, вы-то, ваше чувство юмора очень хорошее. Мне даже кажется, чересчур. И, в общем-то, можно в этом убедиться, изучив ваши книги, почитав, если есть такая возможность, еще наверняка не сидят в продаже или в интернете, их можно заказать, да? Огромное количество. Это и афоризмы, и какие-то юмористические сборники. Саша, ну, прежде всего, наверное, интересно узнать слушателям о том, что мои афоризмы Николай Фоменко читал на русском радио, начиная с 97-го года. Вот так. Вот кто это все писал. У меня... Нет, не все там редакции отбирают много. Все лучшее, все интересное, что им понравилось. Но, тем не менее, там очень много было использовано моих афоризмов. У меня вышло уже пять своих собственных книг. Сейчас, в эти дни, точнее, в эти часы, сейчас в типографии печатается книга, которая называется «Налоговый кодекс Российской Федерации в афоризмах». В афоризмах. Ничего себе. А есть уже трудовой кодекс. Трудовой кодекс, он вышел в издательство ЭСТ два года назад. Эта книга еще где-то в озоне ее можно найти. Трудовой кодекса РФ в афоризмах. А налоговый кодекс со следующего месяца появится в продаже. Скажите, а ведь в следующем году у вас с издательством «Миф» там, по-моему, что-то будет? С издательством «Миф» — да. Игорь Муан предложил мне написать книгу по физиогномике. И я сделал предложение еще одному талантливому ученому по графологии Ларисе Дрегваль. Одна из наших лучших графологов. И мы вместе сейчас работаем над интересной книгой. Ее название «Молчи, я уже все знаю». Как интересно. Там идея книги такая, мы берем фотографию человека, я по фотографии описываю его, и образец почерка этого же человека. А графолог описывает о нем по почерку. И даем обратную связь, чтобы сам человек сказал, графолог ошибся в этом, физиогномист в этом. А ведь почерк можно немножко изменить, ну так чуть-чуть, по крайней мере. Это сложная тема, выходящая за рамки нашего семинара, нашего, прошу прощения, нашего эфира. Ну, мини-семинара, да, можно и так сказать. Тем не менее, Саш, реплика, которую вы один раз сказали, то, что можно изменить внешность благодаря пластике. Этот вопрос интересен всем. Я уверенно могу сказать о том, что изменение пластики лица ведет за собой изменение поведения человека. А поведение человека влияет на изменение характера. Так что реакция от пластической операции может быть непредсказуема. Если человек слышит то, что он хотел услышать в итоге, какая ты стала прекрасной, как ты похорошела, ты чудо, ты сказка. А кто-то здесь скажет, зачем ты себя изуродовала. И поведение человека в этом случае будет совершенно другим. И характер может измениться на фоне стресса в худшую сторону. Владимир, скажите, а вот что по нам можно как-то? Какой отчаянный человек. Ты уверен, что сейчас на все странно. Прежде всего, мне прекрасно видна ваша очень хорошая психологическая совместимость в паре. Вы работаете вместе, получая большое удовольствие. 40 лет уже скоро будет. У вас у обоих очень высокий эмоциональный интеллект. Это сближает вас. Вы оба позитивны. У вас очень ярко выраженные носогубные складочки, говорящие о вашей эмоциональности. У вас у обоих лучики глаз, это гусиные лапки. У вас красивые гармоничные губы. У обоих полные губы. Полные губы у Романа. Спасибо гримерам. Для мужчины это в первую очередь чувственность человека. Ямочки отчетливую Роману выдают легкость его характера. Ямочки на щеках. У вас у обоих при разговоре виден верхний ряд зубов, который указывает на легкий характер. У людей со сложным характером при разговоре виден нижний ряд зубов. Усачьи люди. И у Романа сочетание по форме головы, по френологии, сочетание круга с квадратом. Круг это мягкость людей, а квадрат это жесткость, требовательность. Когда это необходимо, он может быть требовательным. А у вас трапециевидная форма лица, которая отличает людей артистичных, талантливых. И что очень характерно, Саша, для вас, выступающий вперед подбородочек. Выдающийся. Это выдающийся в прямом смысле подбородочек. Он четко указывает на хорошую склонность к риторике. Вы всегда с детства читали стихи. Правда. Вам было всегда очень интересно в самодеятельности. Вам очень легко говорить, не стеснявшись с людьми любого ранга. Это врожденное качество, склонность к риторике. Хорошо развитая речь. Удивительно. Спасибо вам огромное, Владимир. Мы с огромным удовольствием ждем выход вашей книги, которая будет действительно, мне кажется, трудом вполне возможной настольной книгой для многих и многих и многих в нашей стране и за рубежом. Спасибо. И, конечно, друзья, тем, кто заинтересовался физиогномикой и вот этим огромным количеством знаний, которыми владеет Владимир, обязательно смело отправляйтесь в образовательный центр «Сити-класс». 29 и 30 июня у вас есть возможность попасть на семинары Владимира и узнать для себя очень много чего интересного. Могут приходить и мужчины, и женщины, и любой возраст. Кто ходит, кстати. Ходит большинство людей, приходит ради самообразования. Можно было предположить, что в первую очередь будут приходить кадровики, то есть менеджеры по персоналу. Ничего подобного. Приходят все, кто и финансисты, и юристы. Мамы очень часто. Мамы приходят со старшеклассниками. Восьмой, девятый, десятый класс. Ориентация. И дети получают, дают блестящие результаты по физиогнам. Я хочу сказать одну интересную вещь о моем уважении к подросткам. У меня сегодня десятый эфир на телевидении, на всех центральных каналах был. Это приятно, что именно у нас. Одним из самых приятных для меня неожиданных был эфир в декабре прошлого года с Миланой Тоцкой, ведущей на радио Kids FM, детского радио. Девочка в своем 16-летнем возрасте так блестяще прописала структуру семинара. Этот час пролетел одним мигом. И я очень люблю талантливых людей. И вот такие примеры в жизни, они воодушевляют, окрыляют меня. Я хочу еще обратиться ко всем слушателям. Если вдруг у вас возник интерес, какая-то просьба по физиогномике, что-то очень важное, можете ко мне войти на страничке в Facebook, подружиться и задать вопросы. Спасибо. Искать в соцсетях. Владимир Малеш у нас сегодня был в гостях. Спасибо огромное. Мы вас искренне благодарим. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо. Спасибо вам за приглашение. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok